Здравствуй, уважаемый зритель. Продолжаем играть во вторую мафию. И у нас седьмая глава. Галанта не соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше. Почти что на четыре года. Шестеру отмотал. Джон навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли. Но, выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Шесть лет прошло что-то. Шесть лет дофига. Машинку спионерить что ли? Вито. Ты из тюрьмы сбежал? Чёрт, как же я рад видеть тебя ни в робе и ни за решёткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И нафига, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. А ещё у меня сюрприз. Мы празднуем твоё возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасён. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решёткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе всё покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждём? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, чёрт с тобой. Пошли. Квартирку посмотрим. Пойдём, пойдём. Возьмём мою тачку и поедем смотреть квартирку. Ты за рулём. Вспоминай, привыкай. Надеюсь, за решёткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дёргаешься? Это же как на велике. Ну знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Ворчишь, как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты ещё не заметил, машины теперь совсем другие. Увидишь, твоя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится? Ну давай, давай. Чё, это не открывается, вот это. Машинки, кажется, совсем другие. Раздолбанную в клам. Ладно, возьмём открытую вверх. Сейчас лето. Чё там? Возьмём открытую. Давай, садись. Здорово, что ты вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было. Но теперь нам сам чёрт не враг. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он и переживал из-за тебя. Как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Климент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я зашёлся с семьёй Фалькона и теперь работаю на них. Правда? Ага. Вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, всё равно не расскажешь. О, Боже. Не бойся, я об этом несколько недель думаю. Вот этого я и боюсь. Ха-ха-ха-ха. Эй, ты ж на Красный проеду. И Фернс. И Монтоса нам позже. И что, слепкость? Ну, так ему и надо. Я думаю, не забей. Отлично, мы почти приехали. Тормози тут. Пойди, погляди. Верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Большое спасибо. Да, и насчёт сегодня. Пойдём в серьёзное место. Так что купи костюм. Туда не пустят. Виня, я сегодня обижал. Классное место. Это гараж. А тут хата, да, на верхнем этаже. Ну, вот она. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение. А это ванная. Чистая и современная. Горячая вода круглые сутки. А я застрял в текстуре. А это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих. Даже на троих. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Прикольная матраса. Надеюсь, вам понравилась ваша квартира. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь, с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. Вали отсюда, вали. Ты что еще не слинел-то? Ее бы отсюда. А, пока. А, пока. Моя хата, закрыть дверь, нафиг. Побежали. А, у меня же нижний этаж, а, верхний. Выхода нет такого, как у Джо, блин, нету. А, вот тут вот, по-моему, есть, нет, нет, нифига. Ладно. Давай на роллер сядем. Моя хата. Моя хата. Моя хата. Моя хата. Моя хата. это целого и от нее в оттуда совпаде чилинный спирт корни муэндрайв вот на патеке на пейс гондон почему тупой за тебя машину вы убьете кого-нибудь если будете так водить платить и штраф сделай себе одолжение и исчезнет сделай себе одолжение и 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 капец блин За него, сука. Пиздец. Бабарист, ты где? О, господи, я уж думал, ты не придёшь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Всё узнаешь? Нас отвезёт, мой друг. На рубашке. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Эй, Джо, вот и. Неплохо, неплохо. А это значит твой дружок? Да, это мой друг Вито. Вито, мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вито. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Привет, Вито. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Ну, ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чём вы тут болтаете? Не бойся, всё увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Он уже дотерпел. Расскажем в машине. Ладно, Вито, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди Койстер, мэй. Так что, Вито, чего тебе больше всего не хватало за решёткой? Свободы. Понятно, кроме того, я не знаю, пьяных, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Ты что, на бейсбольный матч меня везёте? Нет, Вито, мы везём тебя в лучший бордель в городе. В борделе, а? Ух ты. Вит, да ты что-то не возбудился. Давай, не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вито, девочки, своё дело знают, дуга. Если ты забыл, что куда, я сам себя веду к трассе, дуга. Все поставь. Бульнём на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что ещё надувать. Что может быть важнее кисок и выпивки? Сейчас знаешь, вот бывает, иногда надо делать то, что надо. Вит, ну что, гони давай, а? Ты что, красный свет не видел? Ты сам сказал, гони, я гоню. Какой жопу красный свет может быть, если гони? Давай определись уже, знаете ли, что я сейчас дал бы есть. Я не могу вообще ограничитель выключить. Если надо, надо. Через собор въ***в. Ааа, мне надо прямо к этому подъехать. Идем сюда-туда? Джезабелл. Я говорил о тебе с Лео Галанта, Вито. Он рассказал мне, что Климента пытался вас кинуть. И сказал, что ты... О, уже в другом я в этой одежде. В другом пинжаке. Ну, слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Ну... Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке, и... Ну, нет. Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. Ну, а ты ничего? Да, хорошо. Да. Всё, детка, кэш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карла Фалькона, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и... Раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что с этим? Страшно, как я. Я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята, и за общее светлое будущее. Мне сегодня много пить нельзя. У меня есть одно дело. Ты что, танец, что ли? Карла умный. Он шарит в этой... Ну, в этой... Астрологии. Может, астрономии? Иди ты, звезда с ушами. Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник. Если нечем рот занять. Вито! Поехали. Эй, Джо, подъем! Алканавт, блин. Я домой. Спокойной ночи, шлюхи. Эй, а где моя машина? Да тут она, тут садись. Ее сперли. Эй, зовите копов, вашу мать. Вот алкаша. Да вот она. Да? Ага, ну да, ладно. Эй, а ключи мои, где? Вито поведет. Он у нас из всех самых приветств. А в следующий раз больше кислок, меньше пья. Да-да-да-да. Ну, давайте, садитесь уже в машину, алканавты. Вот, блин, нажались-то. Давай-давай, садитесь скорее уже. И поедем. А сирикой, Джо, я? Так что, Вито, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. С сосиской. ДТП, водитель хочет скрыться. Да. Вас понял. Фу. Твою мать, я не хочу скрываться. Выключайте двигателю, а ну что ли? Придется платиться. Я в своей машине никогда не блюю. Да что за... Чем тогда смердит в машине? А, ну да, и я унюхал. Ладно, чтоб я тебя больше не видел. Чёрт. Сука. Наверное, Фрэнки Поттс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в багажнике. Что? Что? А, ты сам виноват. Что, я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить. А ты дал меня и напоил? Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике. Сейчас, починим все это чуть-чуть. Да, Витя, успокойся. А если бы это что-нибудь придумаем? А что тут думать? Закопаем жмурикой, всё. Я уже подобрал местечко. Вечер, доктор. Старая обсерватория. Лопаты есть? Чего тебе сделают? Да, в багажнике. Яма уже готова. Надо просто его туда сбросить и закопать. Ладно, ладно. И где эта яма? За городом. Близко. Нам надо проехать... А, блин. По лесу до поля. Спасибо. Яма там. Давай побыстрее. О, боже. Дышать нечем. Эта чёртова вонь меня от заклинает. Не надо в машине-то. Вонять же будет. Чё? Ой, постновато. Нормально, блядь. О, боже, Эдди. Что за вонище? Эй, машина-то его. Да, но это вонь. И тут ещё два вонь. Уже некуда. Ну, разве же он дужей ногатя. Ну блин, я же остановился Ты какого хера по тормозам не сжал Ублюдок Сука, тупой гад Еще и газу поддал Вот козлина-то тухлая Дороги на урод Добивать так добивать уже Все, машину включится Дороги на урод Дороги на урод Дороги Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но иногда, блин, напрягает Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok вот она серпантин что от печально печально а серпантин а а все там поют что-то ору а а а а а а а а а да начало главы скучненькая конечно ведь туда нет сюда кинул это же битву к нам каждой игре в принципе должны быть какие-то такие отступления скучно вот если их преодолеть если не надоест то дальше уже будет веселее я уже это замечал бывает что ну вот не тянет не цепляет вообще игра допустим с самого начала не цепляет этом реклама такая у него вообще супер игра а так вот чуть-чуть перетерпишь этот момент нацепляющий скучный момент и дальше уже начинается экшен такой неплохой а обвезу их додумил к себе потом спать завалюсь а там глядишь и что нибудь интересненькое начнется и 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